Доброе, доброе всем утро, дорогие мои ребятушки! А у нас за окнами дождь, так и не перестаёт, и всего плюс 4 градуса. Вот такая унылая осенняя погода. Ну что ж, ничего страшного, любой погоде надо быть довольным. Дима ещё спит, ему сегодня в ночную смену на работу, а я приступлю готовить. У меня сегодня будет овощной супчик с рикадельками. Здесь у меня 2 пачки, 800 грамм мяса. Одна пачка пойдёт на суп с рикадельками, а вторая пачка у меня пойдёт на рагу овощное. Пока овощи нам доступны, надо кушать их в большом количестве. На овощное рагу лук, морковочку, перчик, кабачок порежу вот так вот покрупнее. Ну а на суп, конечно же, мелко. Супчик с рикадельками почти готов. Вот такой вот овощной супчик, очень вкусный будет. С перчиком, с лаврушечкой. Болгарским перчиком. В общем, очень-очень вкусненько. Какое сочное сочетание красок. Обожаю осень. Добавила кабачок. Супчик готов. Вот такой вот вкусненький. Овощное рагу готово. И макарошек мелких отварила. Дима будет с собой брать макарошки, рагу. Утром, приходя с работы, свеженького супчика. Всё у меня готово. Так старалась сегодня. Готовила любимому мужу всякие вкусняшки. Чтобы обварила немножко пальцы свои. Больно, конечно. Но сразу же мы смазали алоэ вера. Тошенька всегда рядом с мамой. Мама готовит, а Тошка наблюдает. Да? Чудо мамина. Вот так вот я умываюсь, умываюсь. Чищу себя. Утро начинается с помывки. Какие-то птички прилетели. Вообще невиданные нам досели. Наверное, у них перелёт. Носятся, носятся тут как угорелые. Ой, Тошки-то как интересно. Вы посмотрите на Тошу. Ой, ребята, ребята, посмотрите, сколько птиц. Ой, ужас, я никогда столько не видела. И они такие маленькие, пёстрые, жёлтые с чёрным. А, вой, 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 вой. Это вот всё птички, птички, ребят. Я сама, как маленький ребёнок, я в таком восторге. Прямо я не понимаю, откуда их столько взялось. Ой, это ж надо ж такое-то. Я впервые в жизни вижу. Впервые. Это точно у них какой-то перелёт. Ой, ой, ой. Вот нам повезло-то заснять такую картинку. Они такие маленькие. Меньше воробушков. Садились к нам на подоконник, но я не успела заснять. В общем, Толя прям тут сам не свой. Посмотрите вы на него. Ой, ой, ой. Вот такие стайки летают. На завтрак и обед будет супчик, который готовили с вами с фрикадельками. Триста тридцать четыре грамма. В супчик, как обычно, я добавила ложку столовую сметаны, один ржаной хлебец щедрый, аудимый без сметаны и с батоном. Всем приятного аппетита! И после супчика цикорий с молоком и с двумя конфетками красный октябрь, мягкий грильяж, получился у нас обед на 250 калорий. Вот такой обед. Так что нам на ужин ещё очень-очень много чего можно съесть. Растянулся, лапки вытянул, а хвост под попку спрятал. Вот так вот спит. Как только постель заправляю, ребята, всё, Тоша тут как тут. И начинается у него тихий час. Ночью он нас охраняет, а днём мы его охраняем. Вот такая, ребята, погода. Идёт дождь, сыро, холодно. Всего 4 градуса. И мы вышли на прогулку. Пар сорта идёт. Холодно. Я одела курточку. Решили с Димой хотя бы часик погулять, подышать свежим воздухом перед работой. Дима, конечно, не особо хотел, если честно. Я говорю, пойдём маленечко подышим воздухом. Всё приготовила, ребятки. Всё готово. Видите, немножко пальцы сожгла сегодня паром. Болят, щиплет. Но ничего, сразу уже помазали алоэ вера гелем. Хорошо после ожогов помогает. Должно пройти. Всё не смертельно. Всё, идём дальше. Уберу руку. А-то холодно. Дима говорит, перчатки забыли одеть. Я говорю, так в такую погоду уже можно и шапку одевать. Всего 4 градуса. Ой, зима, зима скоро. Ну, конечно, ещё по календарю 3 месяца должно быть. Осенних. Для уточек кто-то домик сделал. Их тут много-много, ребята. Наверное, опять не полетят никуда. Наверное, останутся. О-о-о. Вон плывут, плывут, плывут. Вон их сколько здесь отдыхает. Много-много-много. Мы сегодня погуляем немного. Вот до контакт дошли, до администрации. И идём обратно. В обратный путь. Ну, всё-таки, хоть что-то, но пройдём. Чем дома сидеть? Свежим воздухом подышали. Хорошо. Голова не будет болеть. Всё, ребятушки, мы дома. Промокли. Зашли ещё в магнит. Прикупили продуктов. Прошли 11 тысяч 150 шагов. Сейчас покажу, что мы немножечко прикупили в магните. Вот такой набор продуктов. Небольшой, совсем небольшой. Вообще шли за молоком и за кефиром. В итоге кабачки 59,90 на 70 рублей 8 копеек. Рис бурый националь 104,98. Ну, конечно же, куда без шоколадки. Дима захотел шоколадку коммунарка 139,99. Лук репчатый по 29, ребята, рублей. На 25 рублей 22 копейки. Капусточка по 24 рубля. Так, капуста на 49,18. Кефирчик. Вот он там стоит, славма. Так, кефир. Господи, как я стала плохо видеть. А, молоко. Молоко, ребята, молоко. 70 рублей. Масло подсолнечное 83 рубля. Две бутылочки. Славма сметана 70 рублей. Две пачки. Яйцо, как сильно подорожало. Мы взяли сейчас С2 по 70 рублей. С1 80, что ли, рублей. И С0 вообще по 100 рублей. Вот такие дорогие яйца. Так, творог. Взяла полкило творога. 119,99. И ТОЖКИ КОРМ. 8 разных пачек по 26,99. А что же я не увидела кефира? Вот он, кефир. 67,99. Вроде бы всё назвала. Итого, ребята, у нас ушло 1 301 рубль 29 копеек. Вот, пожалуйста. Вот. Цены. Вот так вот. Время половина шестого вечера. Сейчас быстренько Дима перекусит. И надо уже бежать на работку. Пока-пока. А мы с вами ещё увидимся. Сейчас Диму буду собирать. Мой сегодняшний ужин, ребятки, это ровно 100 грамм отварных рожек и 200 грамм овощного рагу. Вот такой ужин. Мой ужин. И добавлю 1 стакан кефирчика. Кефир 1%. Всем приятного аппетита! Сегодня с Вайлберрис забрала свой заказик. Я заказывала трифолу, ребята, повторно. Мне очень она понравилась. Приходит вот так вот. Сейчас открою. Одной рукой неудобно. Тут надо нажать. Тут защита от детей. Нет-нет, обычная пробочка. Просто я не докрутила. И стоит вот такая защитная мембрана. Дабур считается одной из лучших фирм индийских по вот этим всем травяным лекарствам. Ну что, разведу и буду пить. Все, как обычно. 5 грамм сухого порошка. Для тех, кто не смотрел. Чуть-чуть водички. Размешиваем. Вбиваем через 40 минут после еды. Очень хорошо укрепляет иммунитет. И хорошо для пищеварения. Сегодня хочу впервые вместе с вами приготовить булочки из псиллиума. Нам понадобится псиллиум, разрыхлитель теста, два яйца и соль. Больше ничего не надо. Первая булочка. Одно яйцо. Один грамм разрыхлителя. Чуть-чуть-чуть-чуть, вот так щепоточка сольки. И 10 грамм псиллиума. Ровно 10 грамм. Яйцо немножко перемешаем. Добавляем 10 грамм псиллиума и тоже перемешаем. Вот такая смесь получается. Оставляем ее на 15 минут для загустения. Вторая булочка тоже 10 грамм псиллиума. Щепоточка соли. Один грамм разрыхлителя. И возьмем просто один белочек. И так же все перемешаем. Это у нас будет вторая булочка. Третья булочка у нас будет на желтке. Также 10 грамм псиллиума. И добавлю сюда к нашему желтку одну столовую ложку воды. Три разные булочки у нас будет. Первая булочка целое яйцо. Вторая булочка на белке. Третья булочка на желтке с водой. Через 15 минут будем выкладывать на противень в разогретую духовку на 190-200 градусов. Ждем. 15 минут прошло. Наша масса загустела. Смачиваем хорошенечко руки, чтобы они были мокрые. И начнем формировать булочки. Я здесь приготовила смесь из семян льна и черного тмина. Сейчас нашу булочку хорошенечко обмакну. Теперь вторую. Смачивайте руки после каждой булочки. Также приминаем и обваливаем. Вот так. И последняя. Последняя, которая на яйце, на полном. Самая нежная. Такая воздушная. Это очень мягкая. Самая первая, которая... Ой, просто на одном белке, по-моему. Самая тверденькая. И самая маленькая. Это очень нежная. Такая, как облако воздушное. Вот так вот мы прижали наши булочки. И отправляем в разогретую духовку на 200 или 190 градусов, в зависимости, как у вас духовка греет, на 20-25 минут. Двадцать пять минут, ребята, прошло. Мы выключаем нашу духовочку, но не открываем и не снимаем наши булочки. Оставляем их в духовке до полного остывания. Доброе утро. Новый день начинается. И мы посмотрим наши булочки, которые всю ночь простояли в духовочке. Вот так. Булочки мягкие-мягкие. Ой, какие воздушненькие. Это булочка на белке. Это булочка на желтке. А это булочка, которая была полностью на яйце. Вот, которая была на яйце. И она была самая такая воздушная. Она, ребята, поднялась меньше всего. Вес самой маленькой булочки 29 грамм. Булочка на желтке 53 грамма. И булочка на яйце в целом 39 грамм. Разрежем булочку. Мягкое-мягкое. Вот такая мягкая. Очень-очень мягкая, ребят. Пористая. Булочка у нас получилась. Можно с маслом сливочным. Рыбку добавить, сырочек. И будет прекрасный завтрак. 100 грамм такой булочки 100 калорий. Пробуйте.